Всем привет! Сегодня на Таро посмотрим президента Украины Владимира Зеленского. На Украину, на государство, делал расклад на текущий 2022 год. Помесячно. Ссылка на видео есть в описании к этому ролику. Какие важные события произойдут в жизни Владимира Зеленского в 2022 году? Покажите шестью картами. Инструмент Золотое Таро Артнула. Всегда называю колоду, с которой работаю. Королева Пентаклей. Восьмерка Кубков. Туз Пентаклей. Смерть. Двойка Пентаклей. Шестерка Мечей. Когда мешал, тусовал колоду, выпала тройка мечей. Год у Зеленского тяжелый будет. Тревожная, болезненная ситуация, обстановка. Сильные переживания, расставания и потери, плохие новости, негативные эмоции, тоска, скорбь и печаль. По причине денежных затруднений. Проблем с землей, с ресурсами. В целом. Три денежные карты пришли в раскладе. Из шести. И все они в окружении негативных карт. Короче, Черный год. Королева Пентаклей. Украинцам надо внимательно в текущем году следить за банковской системой страны. Королева Пентаклей это большие денежные и земельные ресурсы. Зеленский будет решать вопросы, связанные с банковской системой и с землей. Рядом с Королевой Пентаклей, Восьмерка Кубков, Двойка Пентаклей и Старший Аркан Смерть. Королева Пентаклей плюс Смерть. Изменения. Трансформация в банковской системе. И с землей что-то будет связано. Какие-то изменения в земельном законодательстве. Причина всего этого. Поиск нового пути для решения своих проблем. Нелегкий период. Денежные затруднения. Деньги то есть, то их нет. Нестабильное материальное положение. Проблемы государства это и проблемы самого президента. Надо это понимать. О чем я сейчас говорю. Смерть это отсечение от болевшего, отжившего и ненужного. После чего наступает новый виток жизни. Отсечение, окончание чего-либо, прощание с чем-либо. Необратимое событие. Рядом со смертью королева Пентаклей. Уж не с Донбассом ли Зеленский попрощается. Отсечение земли. Земля это ведь тоже ресурсы и большие. Как раз королеве все это дело соответствует. Вполне возможно отсечение, прощание, окончание. Смерть плюс двойка Пентаклей. Гривну ждет настоящий шторм. Падение сильное будет в текущем году. Банки, земля и курс гривны. Придется решать проблемы со всем этим в текущем году. Многое, о чем я сейчас говорю, есть в том видео. Украина. Расклад. Помесячно. Королева Пентаклей плюс восьмерка кубков. Кто-то из банковской системы уйдет со своего поста. Серьезная фигура должна быть. Зеленский попросит его на выход. Скорее всего это глава Национального банка Украины. Поездки какие-то будут у Зеленского. За границу. Отдых плюс деловые. Жажда перемен будет двигать. Управлять им. Будут какие-то начинания. Только их цель ему самому до конца не будет ясна. Знаете, друзья, товарищи, есть у Александра Малинина песня «Неприкаянный». Альбом. Альбом. По-моему, так целый назывался. Грампластинка. Почему-то, смотря на эти карты, вдруг вспомнил эту песню. «Неприкаянный». «Я на земле своей человек. Света и тьмы полна жизнь моя. Неприкаянный весь мой век». Весь год будет такой неприкаянный. «Не находящий себе места. Беспокоенный. Неустроенный. Не знающий, что делать от беспокойства смятения». Повторюсь, начинания какие-то по тузу Пентакли. Но с какой целью? Уйти, сбежать от проблем по шестерке мечей? Но куда? Туз Пентакли отличный аркан. Денежный. Но он в окружении негативных карт. Находится. Ни одной хорошей карты рядом с ним. Весь 2022 год у Зеленского будет крайне неустойчиво положение. В условиях хаоса и сумятицы. Он будет искать равновесие. По двойке Пентакли это несерьезный человек. Он живет как бы играющий. Больше на публику играет. Он игрок. Любит быть в центре внимания. На серьезные поступки он не способен. Зеленский человек обеспеченный. Он может в любой момент уйти от всего этого. Деньги у него есть. И большие. Возможно, он хочет положительных реформ, перемен для своей страны. Возможно. Но находится под давлением извне. На него оказывается серьезное давление. Он хочет уйти от этого пресса. Возможно, через какой-то союз, соглашение, он как раз и ищет пути выхода из этой тяжелой ситуации. Выход видит именно только в заключении какого-то союза соглашения. Он уже начал движение в сторону этого соглашения. В этом году он что-то подпишет. Дополнительно еще на Зеленского на колоде Таро. Колесо года посмотрел. Тройка чаш, принцесса Пентакли, плюс маг, плюс семерка мечей. Маг в сочетании с семеркой мечей. Это хитрое манипулирование. Союз, соглашение с душком. С тем, кто находится под влиянием чьих-либо взглядов, суждений, настроений. Не самостоятельно. По семерке мечей это афера. Обман и использование людей в своих целях. Рискованное предприятие, которое окончится проигрышем. Карнавальная вечеринка с масками и интрижками. Короче, по этим картам честной игры от Зеленского в текущем году ждать точно не стоит. Это будет маскарад своего рода. Каждый под своей маской и со своей ролью. Маски в текущем году сорваны точно не будут. Да и в личной жизни у него по семерке мечей все понятно. Похождение. Опять маска. Нечестные, незаконные сделки, авантюрные дела. Можно попробовать рискнуть, но нужно трезво оценивать обстановку. Быть готовым в любой момент критически переосмыслить ситуацию. Это не год Зеленского. Попытки достичь цели окажутся тщетны по семерке мечей. Несмотря на поддержку мага. Маг он сам хитрый манипулятор. Верить ему нельзя. В противном случае вы рискуете столкнуться с обманом, мошенничеством и дезинформацией. Возможно удастся поразвлечься, но следует быть на чеку и не попасться в ловушку. Маску придется носить весь год. Карнавал на Украине будет продолжаться весь 2022 год. Шоу Масгоон. Маг приказывает, шоу должно продолжаться. Запомните, я ранее говорил в своих роликах. Если рядом с магом негативные карты, волшебник превращается в ловкого манипулятора. Мага манипулятора на чистую воду вывести крайне сложно. Пока на нем маска доброго фокусника, волшебника, многие будут следовать за ним. И взрослые, и дети. Ведь маг может все. Пока шоу продолжается, все в его руках. И публика в том числе. Вот такой раскопочется. На двух колодах. У него есть огромное желание уйти от проблем с Донбассом. Огромное желание. Возможно, будет какая-то хитрая, нечестная сделка. С целью потянуть время. Выиграть время. К примеру, дать Донбассу автономию. И под этим прикрытием еще больше иностранных войск и специалистов к себе на территорию запустить. Еще больше американских и английских военных баз будет на территории Украины. Подписать что-то, видите, принцесса Пентакли, за деньги. Подписать что-то. Пойти на что-то и ждать своего звездного часа. Допускаю. Украина может с кем-то вступить в союз. И тем самым еще сильнее усилить свое военное положение. Зеленский по картам, он ищет пути выхода. Но сдаваться он и не планирует. Он будет манипулировать, тянуть время. Будет усиливать свою армию. Будет искать помощи за границей. И получит ее. Помощь будет. Еще раз повторяю. Этот расклад на политика, на человека, на президента Украины. Ни на страну, ни на государство. Понятное дело. Сам Зеленский, как и любой другой политик, в атаку никогда не пойдет. Вы когда-нибудь видели политика в окопах? Политики созданы не для этого. А жаль. В противном случае все было бы иначе. Я посмотрел на 2023. Расклад пока не буду озвучивать. Но там все на порядок жестче. Там уже не будет вот этого колебания. Маневрирования. Из стороны в сторону. Никаких качелей. Там все предельно ясно. Несколько торологов на ютубе. Вчистую списали Зеленского. Я вот поэтому и решил разместить этот ролик. Вчистую списали. Мол все. Это его последние дни в политике. Я без торо могу сказать. Друзья, товарищи. Если за вашей спиной рулит, проворачивает дела такой товарищ, как Коломойский, вряд ли власть на Украине сменится в текущем году. Если кто-то такие вещи не понимает, жаль. Очень жаль. Надо понимать, кто стоит за спиной того или иного политика. Конкретно, кто стоит. На сегодня все. Удачи.